Как настроить оплату по расписанию? При оплате услуг в интернет-банк Белгазпромбанка существует возможность воспользоваться сервисом «Оплата по расписанию». Сервис служит для настройки периодической автооплаты услуг по заданным параметрам. Настройка расписания для автооплаты возможна только для избранных платежей. Подробно процесс добавления платежа в «Избранные» вы можете посмотреть в видеоинструкции «Что такое избранный платеж». Рассмотрим процесс настройки автооплаты на примере оплаты за электроэнергию. Для настройки расписания переходим в раздел «Настройка избранных платежей». Выбираем интересующий платеж путем нажатия на ссылку с его названием. Обратите внимание, услуга «Оплата за электроэнергию» уже занесена в категорию «Избранных платежей». В поле «Режим» выбираем опцию «Оплата по расписанию». Таким образом, оплата выбранных услуг будет происходить автоматически в соответствии с настроенным расписанием. В случае с электроэнергией вы можете выбрать несколько вариантов настройки оплаты по расписанию. Оплата на указанную сумму, оплата фиксированного значения единиц, оплата фиксированного значения единиц, но не более указанной суммы, и вариант оплаты, когда оплатеж выполняется на сумму задолженности, выставленную поставщиком услуг. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов. Для настройки автооплаты с указанной суммой платежа вносим в поле «Сумма платежа» необходимую сумму. Таким образом, при заполнении только данного поля оплата услуг будет выполняться точно на указанную сумму. Для настройки автооплаты с указанием показателей счетчиков необходимо ввести фиксированное значение единиц в киловаттах или кубических метрах в поле «Счетчик 1 оплачено». Таким образом, если вы заполнили только данное поле, то оплата будет выполняться на сумму по тарифам за указанное количество единиц – киловатт кубометр. Вы также можете настроить автооплату с указанием показателей счетчиков и суммы. Для этого вам необходимо ввести фиксированное значение единиц в поле «Счетчик 1 оплачено» и значение суммы в поле «Сумма платежа». В таком случае оплата выполняется за указанный объем по данным счетчика, но не более указанной суммы. В случае, если вы оставите поля «Сумма платежа» и «Счетчик 1 оплачено» незаполненными, то оплата будет производиться на сумму задолженности. Такой вариант настройки автооплаты возможен, когда поставщиком услуг предоставляются данные о задолженности. Например, оплата квартирного телефона, квартплата, погашение классического кредита. О возможности использовать данный вариант настройки по той либо иной услуге можно узнать в банке по телефону в городе Минске 229 1698. После настройки автооплаты введите сеансовый пароль, который был выслан на зарегистрированный адрес электронной почты или мобильный телефон. Нажмите кнопку «Сохранить». Давайте настроим расписание для автооплаты. В меню «Настройка избранных платежей» выберите пункт «Новое расписание», расположенный под соответствующим избранным платежом, и добавьте расписание, по которому платежи будут выполняться. В поле «Периодичность запуска» выбираем период совершения избранного платежа. В поле «Первый запуск» следует указать дату первого автоматического совершения избранного платежа. Обратите внимание, что указывать следует не текущую дату, а любую дату, начиная со следующего дня. Вводим сеансовый пароль, который был выслан на зарегистрированный адрес электронной почты или мобильный телефон. Нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь выполним настройку приоритетов для платежных карт, используемых при совершении операции автооплаты. Для настройки карт, которые будут использованы при совершении автооплаты, переходим в раздел «Платежные карты». Нажимаем на кнопку «Управление приоритетами карт» с правой стороны рабочего стола. Настройка приоритетов карт для автоматических операций осуществляется перетаскиванием карт с помощью мыши. Перетаскиваем выбранную карту из нижнего блока «Карты, запрещенные для автооплаты» в верхний блок «Карты, разрешенные для автооплаты». Таким образом, при выполнении автооплаты денежные средства будут списаны с карт в порядке, установленном в данном разделе приоритетов. Карта, расположенная первой в списке, будет использована в первую очередь. Сохраняем изменения. Для подтверждения изменений введите сеансовый пароль и нажмите кнопку «Сохранить». Обратите внимание, что карты, размещенные в списке «Карты, запрещенные для автооплаты», не используются системой для совершения автооплат. Настройка автооплаты избранного платежа завершена. Отдельно необходимо отметить, что настройка приоритетов карт в интерфейсе «Интернет-банк» выполняется только в отношении автоматических операций, производимых в интернет-банке ОАО «Белгазпромбанк» и не распространяется на иные внешние системы. К автоматическим операциям относятся в том числе и операции оплаты по расписанию. После совершения автооплаты чек с результатом совершения платежа будет отправлен на зарегистрированный в «Интернет-банк» адрес электронной почты. Если операция не была завершена успешно, сервис автоматически попытается выполнить операцию в течение ближайших двух суток. После трех неудачных попыток совершить операцию оплаты в автоматическом режиме в текущем периоде, попытки будут прекращены и возобновятся в следующем периоде в соответствии с расписанием. Давайте рассмотрим процесс отмены совершения автоматического платежа. Возвращаемся в раздел «Настройка избранных платежей». Выбираем ссылку «Удалить». Подтверждаем операцию, вводим сеансовый пароль и нажимаем кнопку «Подтвердить». Совершение автооплаты отменено. Продолжение следует...